Микс Ньюс В гольф приходят по разным причинам Пять часов на свежем воздухе В приятной компании В том числе прагматическим Кто-то приходит в гольф за мужем, кто-то за бизнесом Но одного не отнять Такой ползнакомых в гольфе Что в принципе они уже точно не пропадут А все потому что В гольфе человек открывается И уж точно можно сказать Попробовал один раз и в принципе Ну зацепило так, что Каждый вторник Слушайте программу АП Гольф Ответим на все вопросы о гольфе Можете пояснить поподробнее Что такое Кадзи В 15.30 на радиоболком Добрый день Уважаемые радиослушатели В эфире передача АП Гольф И я ее ведущий Александр Петров И мой коллега Виктор Авсольц Сегодня у нас в гостях Виктор Кто у нас сегодня в гостях? Сегодня у нас в гостях Профессионал гольфа Он тренер Когда-то играл Профессиональный Давис Пукс Добрый день, Давис День добрый Он у нас по модному сейчас На удаленном доступе Да, в студии только мы Да, потому что Не переносить никаких заболеваний Ну, начнем знакомство Давис, я уже сказал Вы профессионал Если можно так сказать Можете объяснить Что значит профессионал в гольфе? Ну, в гольфе профессионал Это, в принципе, когда ты Гольфом начинаешь зарабатывать деньги Это или ты играешь сам в турнирах Как спортсмен Или ты зарабатываешь как тренер Но как только ты начинаешь зарабатывать за это деньги Ты, в принципе, становишься профессионалом Это есть основная разница Любитель Любитель играет просто для себя За это, может быть, там какие-то турниры тоже участвует Но за это он получает простые призы Но это не в денежном формате И это, в принципе, есть основная разница Конечно, уровень игры обычно тоже Профессионалы, естественно, играют лучше Любители чуть хуже Но главное, где это ограничивается Это вот заработок Давис, расскажи, пожалуйста Как ты пришел вообще в гольф? Когда это было? Я начал играть в гольф в 2000-м И в то время в Латвии, в принципе, Гольф играли людей 200 максимум Вестури Гольф-поле Вестури первое только что открылось И мне получилось так, что Я всегда любил спорт Я играл баскетбол серьезно До 14 лет И в моей папиной компании Работал человек, который играл в гольф И он просто попробовал меня отвезти на гольф-поле И в то время баскетбол я не мог играть У меня там были проблемы чуть-чуть со здоровьем И вот он меня привез И я стал начал играть И что было интересно, кстати, очень Что сразу он меня взял с собой на поле На большом поле, не на тренировочном поле И дал несколько ударов сделать Мне сразу очень кайфануло Это очень понравилось И вот так, да И так это пошло Как и у меня С одного раза и зацепило, да? Да, да, да Мне стало тоже Ну, мне довольно С координацией всегда было Все в порядке И мне стало очень быстро Хорошо получаться И баскетбол как-то Начинал уходить второй план И я перешел в гольф серьезный И где учились потом Начали в Латвии Да, и куда жизнь привела И если в Латвии тогда еще тренеров было мало Насколько я знаю То как прошла вас Как вы стали профессионалом? Ну, это лестница Эта лестница примерно была такая В 2000-м я начал играть В 2001-м, я помню Я уже выиграл юниорский чемпионат Латвии Конечно, было мало участников в то время еще Но прогресс у меня тоже был быстрый И, конечно, это очень мотивировало Там заниматься дальше Тренироваться И когда ты получаешь там Кубки Победы и так далее Потом после школы Где-то это был четвертый год, мне кажется Я уехал в Америку Учиться в школе чисто для гольф Два года учился Гольф менеджмент В принципе, так называемый Потому что моя цель была Да, уже в то время как-то Потом переходить в тренерскую работу Или в какую-то клубную администрацию В то время, может быть, я еще был не уверен Но я уехал учиться в Америку И после той школы Я начал работать тоже чуть-чуть тренером В Естури Плюс параллельно сам играл профессионально Играл там такие мини-туры В Дании В Германии И одновременно в свободной работе В свободном времени преподавал уроки В Латвии И так я какое-то время жил Там 3-4 года И потом в один момент Уже больше и больше Переходил только в тренерскую И пока Уходил от этой игры Потому что Надо было уже что-то посерьезнее Начинать зарабатывать И Конечно, конкуренция в гольфе большая И Стал уже Уже переходить Полностью на тренера И как давно уже Примерно Извините, что Как давно только тренером Сейчас будет Сейчас будет Где-то уже 9-10 лет Я работаю тренером Время летит Да Мы знакомы сколько Лет 6, мне кажется Не больше Да Конечно В этот процесс Я много где еще дополнительно Учился Всякие семинары Ездил в Германию В Испанию Где я только не был Много сертификатов получал Просто я всегда считаю Что я хочу Свои знания улучшать Я самый большой критик Своей работы Если у меня Какой-то неудачный урок Я стараюсь понять Почему Учиться дальше Да И так себя двигать вперед Давис Вот Про тебя мы Как бы Услышали У нас Передача Нацелена на людей Которые Не знакомы с гольфом И наша цель Познакомить их с гольфом Как с игрой Которая доступна В принципе Но слабо Социализирована В нашей стране Насколько Как много К тебе людей приходят Насколько у тебя Идет сейчас динамика Увеличивается количество Людей Которые приходят к тебе Какая возрастная группа Что бы ты посоветовал Какие бы Рекомендации Как тренер бы дал С чего начать С чего начать Мне кажется Мне кажется Очень важно В гольфе Чтоб у тебя был Ну Партнер Человек С кем ты будешь Там заниматься Ехать И играть Потому что Для любителя Основной Кайф В гольфе В принципе Большинство Это социализация Общаться с людьми Вот Должен быть Какой-то партнер Тогда это все Интереснее Что касается Ну Я чувствую Такое Увеличие 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 В игроков В Латвии Это точно Благодаря программе Благодаря программе Да Благодаря этой программе Да Да То есть Выхожу на поле Я вижу Ну То есть Каждый год Ты снова выходишь На поле И кажется Что столько Незнакомых лиц И Конечно Тоже На уроки Люди Больше и больше Приходят Новые лица Большинство Конечно Скажем так Большинство Все-таки Взрослые На уроки Приходят Но конечно Я тоже Много работаю С молодежью Это Всегда была Как сказать Моя самая Большая Такая Как тренера Где Мне интереснее Всего Развивать Ребенка С молодежью С молодежью С раного Возраста И Гольф Доступен И молодежи Это вот Уникальность В гольфе Что он Для всех Возрастов То есть Он может Играть Пятилетний И 85-летний Да И что Каждый день Ты можешь Сыграть Лучше Чем Предыдущий День Не важно Там Возраст Так что В том Эти Несколько Вещей В чех Он Уникален Гольф Я считаю Я знаю Что у тебя Есть Академия Твоего имени Ну да Я 2012 Сперва Она была На гольф-поле Вестуре Да Я создал Свою гольф-академию Потом Я чуть-чуть Двигался Вокруг Ну да У меня У меня есть Своя Академия Есть Своя База Моя Основная База Это Внутренний Зал Где Мне 450 Квадратных Метров И все Для гольфа Симулятор И Такие Очень Развитые Технологии Скажем так Модные Можно Всю зиму Заниматься От сезона Независим В академии Сезон Целый год Независим Да Даже Учиться Даже С одной стороны Как-то Развивать Свои Свои Уже Своё Мастерство С одной стороны Можно даже Учить всего зимой И потом Когда ты на поле Выходишь Летом Ты уже Играешь Помним Помним Да В прошлом году Я ходил Сколько Четыре месяца И закончилось Вторым местом В группе Так что Спасибо Да Да Виктор Виктор Молодец Был Да Сейчас Времени будет Побольше Сейчас Опять Вернёмся К тренировкам Про студентов Расскажи Да Какие Студенты Кто Кто у тебя Мы уже знаем Конечно Кто у тебя Самый Самый Больше Достигнущий Достигнувший Перспективный Да Перспективный Ну Виктор 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 Хорош Конечно Но С молодёжи Я там Горжусь Больше всего Двух Девушек Я Двух Девушкам Я помог Добраться До Америки Где они Учатся И Играет Гольф На полной Стипендии Ну По-английски Это Скорщип Играет Гольф В высоком уровне В Америке Объединяет Учёб Турнира Серьёзнее Серьёзнее Надо Относиться К вещам Может быть Как Другой Пятнадцатилетний Который Который Не имеет Такой Амбиции А вот По спорту Понятно Но У Детского Спорта Есть родители Которые Возят Вот Что бы ты Порекомендовал Родителям Которые Хотят Отдать Детей В гольф К чему Готовиться К чему Готовиться Ну Я Во-первых Я считаю Что Очень важно Что Найти Найти Стараться Найти Правильного Тренера Это 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 Очень важно Ребенок Должен Ему должно Нравиться То что он делает Ему должна Нравиться Тренировка Должен Нравиться Тренер Да Если это Не так То что-то Что-то Не так И Найти Правильного Тренера Не всегда Легко Но Я Очень Советую Там Посмотреть Да То есть Иногда Может Что-то Надо Поменять Так что Это Очень Очень Важный Фактор Но Это Гольф Уникален В том Что Отправить Ребенка На природе Свежем воздухе Заниматься Спортом Мне кажется Это просто Супер И Больше Я рекомендирую Родителей Отправлять Да Детей В гольф Нам Чем больше Детей Тем лучше Ну Ну да Это Классически Многие Думают Что Опять же Гольф Только В Риге Но Мы Уже Говорили Про Поля Да У нас 11 Не 9 Полей Да Где Можно На Каком На Каком То Уровне Конечно Играть Это Не Только Рига Это Почти Вся Латвия Покрыта Так что Надо Просто Поискать И Можно Найти Поля Где Потренироваться Попробовать Или Даже Начинать Играть Да И Заканчивая Может быть Про Детей У нас Такие Ну Многие Думают Что Там Гольф Может Быть Для Старых Людей Или Какой То Неинтересный Есть Такие Мысли У Людей Но Гольф Очень Очень Развит Среди Детей Вообще В Мире Тайгер Вудс Величайший Гольфист Всех Времен Когда Он Стал Играть Гольф В детстве И Как Он Начал Побеждать Все Турниры Он Поменял Это Раньше Гольф Был Не Такой Популярный Среди Молодежи Но Он Стал Очень Популярен Это Круто Играть Гольф В мире Это Круто Играть Гольф Если Ты Ребенок Ну И Конечно Взрослый Но Сейчас Для детей Это Круто Не Только Круто Но И Интересно Интересно Конечно Да Для Меня Плюс Это Конечно Да Компания Это Конечно Хорошо Но В Гольф Можно Всегда Сыграть Можно И Один Сыграть Выходишь На Поле И Ты Всегда Как Бы Со Своим Гандикапом Борешься Чтобы Его Снизить Так Что Для Меня Эта Сторона Иногда Тоже Интересна Да И Здесь Есть Эти Две Опции Что Где Я Начале Говорил Что Социализация Что Ты С То Что Ты Сказал Это Вторая Сторона Что Ты Можешь Идти Играть После Сложного Дня Просто Хочешь Проветрить Голову И С кем Не Общаться Ты Просто Идешь В природе Солнце И Птички И Просто Супер Отдыхаешь И Мячик И Клюшки Еще Одно Нужно Не Только Солнце И Клюшки Тоже Нужны Да А Вот Как Инвентарь Детский Вот Насколько Он Доступен Еще Раз Извиня Инвентарь Инвентарь Насколько Он Доступен Да Вот Ну Вот Как Б У Тебя Приходит Насколько Там Это Насколько Это Дорого Вот Так Вот Это Окей Ну Я Понял Да Это Это Намного Дешевле Чем Люди Думают Во Первых Для Детей Детей Комплект Купить Новый Можно За 100 Если Крутой Комплект Очень Хороший Для Ребенка Где-то До 400 500 Евро Это Весь Комплект Все Клюшки Сумка Все Иди Играй Ну Для Взрослого Чуть Чуть Дороже Такие Комплектики Начинающие Начинаются 250 Евро И Такой Полный Очень Хороший Набор Но Больше 1000 Евро Но Клюшки Клюшки Раз Мы Их Покупаем Мы Можем С ними В принципе Очень Долго Играть Люди Меняют Клюшки Больше Из Амбиций По той же Причине Почему Люди Меняют Машины Я думаю Не потому Что Машина Не Едет А Просто Хочется Новую Или У товарища Новая Машина Давай Я Тоже Поменяю То Самое С Тоже Сам Ну Передача Уже Понемножку Подходит Концу Чтобы Ты Не Не Чтобы Ты Я знаю Что Ты Сам Сейчас Гольф Почти Не Играешь Не Хочется Ли Сыграть Насколько Ты Да Потому что Я спрашивал В прошлом Году Играешь Ли Ты Горишь Нет Я На Работу На Дом Почти Не Беру Так Примерно Ну Я Просто Я Просто Я Стараюсь Изучить Другую Сторону Гольфа Это Меня Больше Интересует И Больше Заводит Вот Это Науку Как Учить Технику Как Лучше Ударить Разные Удары Это Просто Меня Интересует Больше Плюс Это Моя Работа И Конечно Мне Нравилось Играть Гольф И Я Не Могу Сказать Что Мне Не Нравится Сейчас Играть Гольф Но Чтоб Я Играл На Том Уровне Которым Я Хочу Играть Мне Надо Очень Много Тренироваться А Много Тренироваться Времени У меня Не Очень Доступно И Тогда Например И Играть И Быть Недовольным Собой Тоже Мне Не Очень Нравится Я Очень Много Себя Скажем Так Ожидаю И Я Больше Концентрируюсь На Гольф Он Играть Бой Как То И Когда Он Начнет Играть Он Будет Хотеть Со Мной Играть И Тогда У меня Вернемся В Гольф Больше Он С тобой Или Ты С С Ним Ну И Какое Пожелание Сейчас В это Нелегкое Время Конечно Всем Здоровья Это Понятно Потому что Сейчас Уже Поменялись Чуть Правила В Гольф И Флайт Уже Идет Не Четыре Человека А Два Человека Мы Не Выбираем Флажки Это Это Уже Чуть Измененные Правила Но Для Уровня Любителей Я Не В Никаких Проблем Твои Пожелания Будущим Игрокам В Гольф Да Нет То Что В Это В Это Время Большинство Полей Не Закрыто Я Считаю Супер Потому что Я думаю Что Гольф Поле Это Самое Безопасное Место Где Находиться В Природе В Свежем Воздухе Конечно Хорошо Что Есть Какие Ограничения Дистанция И так Далее Нельзя Флажков Дотрагиваться Чтобы Не Перезосить Инфекцию Да Это Отлично Что Гольф Еще Открыт Что Мы Идти Играть Гольф Сейчас Плюс Погода Отличная Что Я Пожелаю Да Приходить Играть Гольф Пробовать И Гольф Уникален Уникален По многим Причинам Которые Мы уже Мы уже Обговорили И Да Приходите Играйте Да Большое спасибо Что ты нашел Время Поговорить Спасибо вам Спасибо вам Что пригласили Наверное Надо прощаться Да В студии Был Александр Петров И Виктор Авштолс И По скайпу Был Тренер Гольфа Профессионал Гольфа В Латвии Давис Пукст Спасибо вам До свидания До свидания До свидания До свидания